Ребята, всем привет! Снимаю очередной влог. И сегодня я еду в гости к своей подруге, к американке. Её зовут Баби. А дело в том, что Баби, она лучший анестезиолог в Тампа-Бэй, в нашем районе. И Баби придумала уникальные бьюти-боксы для того, чтобы вы легко реабилитировались после операции. После родов, после любой другой операции. Эти бьюти-боксы помогут вам, там есть всё необходимое для восстановления. И я сейчас еду в гости, она будет презентовать мне эту коробочку. И я покажу вам, что же там такого интересного. И плюс ещё встретимся с Юлей. Дети будут играться наши. Ещё я хочу посмотреть район, где живёт Баби. Это Южная Тампа. Может быть, мы туда переедем. Там очень классная школа, десятка. Я всё думаю, куда же нам переехать. Вот и всё, мы прибыли в гости к Бабе. Баби, say hi! У нас ужин. Юля тут тоже. Юлечка тоже. Да, мы не виделись. Скучали, все скучали. У нас ужин. Баба приготовила ужин. И после ужина я покажу вам коробочку волшебную. Ну, на самом деле их много. Всё вы увидите чуть попозже. Смотрите, как делают американцы десерт. Они отрезают просто кусок кейка, кекса. И на него выкладывают клубничку порезанную. И затем заливают каким-то экстра кримми. Я не знаю, что это такое. Это как сладкое? Да. Кремно, сладкое. Будем пробовать сейчас, что это такое. Но сейчас он сильный. Красивый крем. Итак, попробуем десерт. Мне очень интересно, как на вкус вот этот крем. Это как сметана со сбитыми сливками. Вкусно. Даже больше сбитые сливки. Мокс бокс. What does it mean, Мокс? Мокси is like sassy. Like your attitude, your energy bag. Energy bag. This is you, Vincor. Зименькая. Особенная. This is the sample box. So it just shows you... Эту коробочку вы можете использовать после операций, после родов. Она вам поможет в палате в реабилитационный период. Даже если вы только что лялечку родили, тоже будет очень полезно её использовать, потому что здесь есть и кремчики, и разные масочки, и бальзамчики для губ, стаканчики, салфеточки. То, что всё необходимое самое для реабилитации. Вот Баби сама придумала эту фирму. Это её компания Code Grey. И они выпускают и бра для... После мамопластики, которую вы будете надевать, и платье после мамопластики, которое тоже будет очень удобно. После родов можно использовать тоже это платье, потому что здесь лямочки тоже спускаются, и вы можете удобно ребёнка кормить. В общем, молодец. И потом вы можете надевать её на пляже один день. Да, это дизайнерский дизайнер. Да. Увлажняющие носочки, чтобы держать твои ноги теплыми. Это специальные носочки. Увлажняющие? Увлажняющие носочки. Увлажняющие, ага. Увлажняющие носочки. Юля помогает с переводом. Юля, спасибо. Это термо, да? Держит тепло. И трубочка многоразовая, стеклянная. Та, для after surgery or anything, для hydration. То есть, гинжер для нажа. От тошноты. То есть, гинжеры для инфляммации и нажа. Ага. И эти гинжеры для нажа. От тошноты и конфетки. С имбирём. То есть, mango, orange, и оригинал. Эти гинжеры для кожи. Увлажняющие носочки. Иногда не можно шоуровать после операции. Так что можно сглазить в холодильнике. Увлажняющие салфетки, чтобы подтираться. Это арган-оил для шрамов. После инфляммации или чего-то закрыто. Это помогает уничтожить инфляммации и уничтожить возраст. Это также хорошо для рук и для других. Просто для мобильности. Для воспаления, шрамов и чтобы они быстрее заживлялись и проходили. Их философетки. Их философетки. Крем и сыворотка для лица, и тела, и глаз. Масочки. Это мы любим. Это мой любимый бальзамчик для губы. В общем, Баби сама изобрела косметику. У меня своя фабрика, которая делает именно эту. Вау. Будем пробовать. В общем, да, вы можете еще отдельно заказать. Это не будет входить в коробку, это если вы сделали мамопластику. Вы можете дополнительно заказать специальный бра. Почему он специальный? Why they special? For a couple reasons. So they have two types of closure, the hook and the zipper, for extra support. Да, это супер. Видите, бра, которые держат вашу грудь после операции. Здесь можно регулировать в объеме и также снимать лямочки. В общем, намного он удобнее, чем обычные стандартные бра, которые выдают в операционных. Если вы хотите заказать, он отдельно будет продаваться от коробки. Коробочка отдельно, бра отдельно. Все это будет на сайте. Я оставлю ссылку в описании под видео. Представляете, продумали даже специальное платье. Это Баби сама придумала? Баби придумала, да. It's your design? Yes. Oh my god, Баби. And the snaps. The snaps are mine. Code grey. And the snaps are mine. You're amazing. И специальные дырочки для трубочек, если нужно. Если человек с трубками. Представляете, послеоперационное дизайнерское платье. В общем, девчонки. Тут отстегиваются лямочки. Баби сама придумала его. Здесь трубочки можно вставлять, если там будут трубки у вас проводить. То есть все продумано. Тоже его отдельно можно будет заказать на сайте. Сегодня мы приехали к родителям Юлечки. Юлины родители приехали в Тампа на долгое время. В общем, мы приехали к ним в гости. Они адаптировались, можно сказать уже. Вам нравится здесь? Да, да. Мне нравится. Нравится. Адаптации, можно сказать, у нас никакой не было. Благодаря дочери. Дочечка помогла. Вот. Юлечка. Сразу они приехали в четверг. В пятницу они у меня уже пошли в школу. Изучать английский язык. И так каждый день с понедельника по пятницу с восьми утра до двух часов английский язык. Молодец. А расскажи вкратце, как ты перевезла сюда родителей? Это называется воссоединение семьи. То есть если вы тут живете в Америке и вы гражданин, вы можете своих родителей сюда привезти и подать документы на воссоединение семьи. И в течение времени мы им дадут грин-карту. Класс. Вот какая. Как нужно воспитывать правильно детей. А-а-а. Живой пример. Спасибо вам, родители. Дай бог каждому так привезли. Да, таких детей умных. Похожи. Похожи. Новая машина. Новая квартира. С мебелью. Боже мой. Живи в свою удовольствие. Главное бешпормак готовить. Бешпормак. Бешпормак. Я вам сейчас покажу, какой бешпормак нас сегодня встретил на ужин. Боже мой. Это шикарно. Я в Алматы, когда была всего один раз его поела и жалела об этом. Поэтому... А почему мы приготовили бешпормак? Потому что вы же родом из Казахстана. Ну да. Да. Ура! Земляки! Так что, вот такие дела. Спасибо вам. Ну и Валерия все здесь из Казахстана. Валерия. Наша звезда. Я теперь боюсь к ней за... Я еще ложкой. Я готова. Я еще ничего не познаю. Это мой второй раз есть. Садитесь. Все. Всем доброе утро. Мы с Сарой решили пойти в выходные в новый буфет. Он называется Sweet Tomato. Мэйта. Мы никогда здесь не были. Нам посоветовала этот буфет подруга моя. Ирка. Ирка, привет. Если ты меня смотришь. Вот. Я не знаю, какие здесь условия. И что нас ждет. Так что, буду снимать видео. Вот, смотрите. Ланч. 10.20. Динер. 11.012 долларов. И детское меню. Поднос. 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 Здесь можно самому собрать салат. Лава тоже берет салат. Салат. Майка любит. Какие? Какие? Такие. Какие? Измешивые гаи. Даже голубой сыр есть. Так, еще есть пицца. Маленькие кусочки. так еще есть паста и супы мне сказали что здесь очень вкусные сливочные супы более здоровое питание очень мне очень понравился выбор блюд здесь health все такое здоровое чистое красивое еще я взяла запеченную сладкую картошечку там есть обычная и есть вот такая запеченная сладкая вот пиши на красного цвета и супчик еще попробовали из чили сара плохо ест как всегда я берли на дело здесь еще есть мороженое вот шоколад а вот смешанная это белая шоколад на эту смешку хочу чуть-чуть дочь все и здесь еще есть разные фруктики что как тебе понравился буфет а какой больше китайский или этот китайский больше нравится где суши потому что ты любишь мясо суп и рис да ну а здесь есть салаты куриные супы мороженое такое на разлив ну короче тебе тот больше понравился да итак ребята всем привет как вы уже поняли по моему stories instagram по моему заиканье в некоторых видео мы переезжаем а дело в том что у нас закончился лизинг я его подписывала где-то на 7 месяцев примерно и все болезнь закончился и сделает специально чтобы уже не задерживаться на этой квартире мы слишком долго в ней находимся и в этом районе скучно хочется сменить обстановку и как раз еще воспользуемся тем что у сары лето нет школы и потому что мы как бы не решили еще куда переезжать куда мы приедем и и я решила отпустить ситуацию и пока есть время просто попутешествовать по америки посмотреть ее и я думаю что решение придет само скором времени не могу сказать будет ли это флорида либо какой-то другой штат что будет дальше пока я не могу ничего сказать а есть некоторые планы и если все осуществится то наверное в августе я примерно скажу уже что я решила пока я отпускаю складываю все свои вещи в сторож это такой склад где американцы хранятся и вещи на несколько месяцев я их туда отвожу хорошо что у меня друзья помогли мне все про просто полностью все организовать перевести я такая благодарна и мне так вывезло в общем классно и устала немножко потому что суета последнее время все упаковывают чемоданы и мы улетаем скоро вы узнаете куда мы улетели и там будут другие видео другие влоги пока так я сегодня переезжаю хорошо что у меня есть друзья на вот такой-то чили которые помогут мне перевести все вещи и плюс еще взяли в аренду вот такой привоз прицеп небольшой взяли в аренду в этот прицеп поместилась можно сказать самая американская жизнь кроме кровати кровать я оставляю и диван а так по мелочи я думаю что полный будет здесь разные комнаты я арендовала вот такой до 10 размер и вы не поверите полу все поместилось 510 вот это огромное здесь есть кондиционер очень важно смотрите все мои вещи поместились вот в этот склад 510 это это что-то невероятное пазл